С вами Николай Пивненко. Сегодня 21 октября и сразу же о родившихся в 1833 году в этот мир приходит Альфред Бернхард Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель динамита. Завещал свое огромное состояние на учреждение знаменитой премии, которая присуждается за наиболее важные достижения физики, химии, медицине, литературе и за вклад в укрепление мира. В его честь назван синтезированный химический элемент Нобелей. В честь Нобеля назван Нобелевский физико-химический институт в Стокгольме и университет в Днепропетровске. Ныне этот город называется Днепр. В 1896 году родился Евгений Шварц, драматург, киносценарист, автор пьес «Медведь», «Драконки», сценариев «Золушка», «Дон Кихот» и других. В 1945 году, 21 октября, день рождения Никиты Михалкова, командора Ордена Почетного региона, обладателя «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, лауреата кинопремии «Оскар». 1949 год. Беньямин Метаньяху родился в этот день, бывший командос, ставший затем премьер-министром Израиля. В 1949 году рождается Любовь Полищук, популярнейшая советская актриса. Некоторые фильмы «12 стульев», «31 июня», «Приключения принца Флоризеля», «Змеелов» и, конечно же, «Интердевочка». Некоторые события дня. 2137 год до нашей эры. Первое описанное полное солнечное затмение в Китае. В 1056 году дьякон Григорий выводит первую букву. 12 мая следующего года он завершит свой труд. По заказу приближенного киевского князя Изяслава Ярославовича, посадника Иосифа, управляющего Новогородской землей, он перепишет Евангелие. В историю рукопись войдет под названием «Астромирова Евангелие», так как до крещения Иосиф звался Астромиром. Это древнейшие, сохранившиеся до нашего времени, восточнославянских рукописных книг. Ее 294 листа украшены прекрасными заставками, тремя большими миниатюрами, изображающими евангелистов Иоанна, Луку и Марка. 1680 год. По воле Людовика XIV с этого дня начинается история одного из лучших театров мира – комедии францесс. Король солнца обожал представления и даже сам исполнял роли в пьесах любимого автора Мольера. Высочайший указ составлен мудро. Театр получает королевскую дотацию в 12 тысяч ливров. Актеры-звезды входили в число пайщиков, а стало быть, участвовали в прибыли. Остальные были на жаловании. И потому неудивительно, что под крышей комедии францесс собираются лучшие актеры, режиссеры и драматурги страны. Здесь блистают Франсуа Жозеф Тальма, Рошель, Сара Бернар. 1805 год. Трафальгарское сражение, известнейший морской бой наполеоновской эпохи у одноименного мыса чуть южнее Кадиса, у входа в Гибралтарский пролив со стороны Атлантики. Английская эскадра из 27 линкоров и 4 фрегатов под командованием вице-адмирала Горацу Нельсона разгромила франко-испанский флот из 33 линкоров и 7 фрегатов под командованием французского адмирала Вильнёва. 47-летний Нельсон, чьи лично отвага искусства флотоводца сыграли решающую роль в сражении, был смертельно ранен. Мушкетная пуля раздробила ему позвоночник на своем флагманском корабле Виктори. Вильнёв, в свою очередь, попал в плен. Трафальгарский триумф принес Англии более столетия безраздельного мирового господства на морях. 1879 год. Американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания с угольной нитью. Она проработала целых два дня. Невероятно для того времени. В ходе следующих экспериментов ему удастся добиться срока службы в несколько сотен часов. Изобрел лампу накаливания, как известно, русский ученый Александр Ладыгин, который подал заявку на свое изобретение в 72-м году 19 века, а через два года получил патент. Лампы Ладыгина сначала работали 30-40 минут, последующие усовершенствования позволили довести срок службы ламп до 1000 часов. Уже в 1873 году лампы Ладыгина применялись для освещения улиц Санкт-Петербурга. В середине 70-х годов находившийся в командировке в США лейтенант русского флота Хатинский привез с собой образцы ламп Ладыгина, которые продемонстрировал Эдисону. Тот использовал техническую идею Ладыгина, внес некоторые конструктивные изменения, патрон для лампы, цоколь с нарезкой и другие. Провел испытания своих ламп и запатентовал их в том же 1879. И что важно, патентуя свои лампы в России, Эдисон указал в заявке, что претендует лишь на совершенствование в проведении электрического света, не отрицая, что принцип действия ламп накаливания был разработан до него по-честному. 1944 год. В Бермудском треугольнике загадочно исчезает экипаж американского корабля Рубикон. Корабль найдут без повреждений, а на его борту будет находиться только одна собака. 1966 год. Первый полет совершает пассажирский реактивный самолет Як-40 для коротких авиалиний. На многие годы это будет чуть ли не главный самолет, но по сравнению с Ту-134 советских граждан. 1969. Новым канцлером ФРГ становится Вилли Брандт, с именем которого будет связано изменение восточной политики Германии, которая знаменуется политикой разрядки. А в Великобритании лидер оппозиции Эдвард Хитт в этот же день объявляет о том, что член парламента Маргарет Тэтчер отныне будет отвечать в теневом кабинете министров за вопросы образования. Какие политики были в то время? 1987. Пленум ЦК КПСС. Неожиданно для всех Борис Ельцин подвергает резкой критике работу высшего руководства партии и персонально Егора Кузьмича Легачева. Происходит первый публичный скандал на таком важном партийном мероприятии, который закончится тем, что Борис Ельцин будет отстранен от работы первым секретарем Московского горкома партии. 1994 год. Академия российского телевидения за наиболее значительные достижения в области телевизионного искусства учреждает ежегодную премию тефи. Расшифровка простая, от телеэфир. Приз представляет собой статуэтку, которая изображает орфея, разрывающего грудь и играющего на струнах своей души. Ну и самое последнее. 1985. Начинается с самого сгорания в домах, где висят репродукции картины «Плачущий мальчик» в Англии. Художник знал, что его сын панически боялся огня. Но искусство было ему дороже, чем нервы собственного ребенка, и он продолжал над ним, что называется, издеваться. Однажды доведенный до истерики малыш не выдержал и крикнул, обливаясь слезами «Гори ты сам!». Якобы это проклятие не замедлило забыться. Через две недели от пневмонии умирает мальчик, а вскоре заживо сгорел в собственном доме его отец. Это предыстория. Свою зловещую славу картина, точнее ее репродукции, обрела в том самом 1985. Произошло это благодаря серии странных совпадений. В Северной Англии одно за другим начинает происходить возгорание жилых домов. Были даже человеческие жертвы. Некоторые пострадавшие упоминали, что из всего имущества чудесным образом уцелела только дешевая репродукция с изображением плачущего ребенка. И таких сообщений становилось все больше, пока наконец один из пожарных инспекторов во всеуслышание не заявил, что во всех без исключения сгоревших домах был найден нетронутым плачущий мальчик. С вами был Николай Пименко в проекте Дата.